МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Та-та-та-там! Ребята, здравствуйте! Сегодня у нас с вами финал. А это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто же стал победителем по итогам всех наших соревновательных дней. Сегодня вас ждут, ребята, нелегкие испытания. Не предупреждаю вас сразу. Но вы уже успели показать себя, как сильные соперники, практически равные бойцы. Сейчас я предлагаю нам с вами посмотреть мультик, который подскажет, какой же будет тема нашей сегодняшней борьбы. Внимание на экран. Все проверить, все проверить. Мало ли чего, говорю я себе, собираюсь выйти на улицу. Выключить газ. Закрыть окно, балконную дверь, выключить электроприборы и полить цветы. Это для мамы. Обязательно закрыть дверь. Не забыть. Итак, пока у нас лидирует Ярослав, у него 20 фишек, и чуть-чуть остает от Ярослава Кира, у нее 17 фишек. Ребята, итак, первое испытание. У каждого из вас своя доска. На них сейчас расположены карточки. Если вы, ребята, согласны с тем, что написано на карточках, то возле каждой карточки, с которой вы согласны, вы ставите плюсик, если не согласны, минус. За каждый правильный ответ две фишки. Кто справится быстрее с заданием, получит дополнительно еще одну фишку. Итак, ребята, начали. Если согласны с высказыванием, ставите с любой стороны плюс, если не согласны, минус. Справился? Так, хорошо. Кира, сейчас уже закончит Кира, мы подождем. Ярослав, быстрее, хорошо. Так, ну что, ребята, давайте смотреть, что у вас получилось. Оставайтесь в каждом своем местах. Ребята, скажите, пожалуйста, какой знак я говорила вам поставить возле высказывания, с которым вы согласны? Какой знак, Ярослав? Плюс я говорила поставить. Кирюша, скажи, а с тем, с которым не согласна, минус? Я не могу даже понять, где у тебя плюс, где минус. Это у тебя крестик, это галочка. Где у тебя знаки, которые обозначают, что ты согласна? Вот эти я так понимаю, да? Нет. Это не согласна ты? А с этими согласна? Ну, вы дети как немцы, честное слово. Так, ну ладно, будем считать, что это у тебя плюс, а это минус, да? Итак, перед тем, как открыть дверь, надо смотреть в глазок. Правильно, Кира, это правильное выражение. Надо закрывать входную дверь на замок, даже если выносишь мусор. Правильно, Кира, абсолютно. Дверь незнакомым можно открывать, если они из милиции. Правильно, Кира. Дверь незнакомым нельзя открывать, даже если они говорят, что они из милиции. Незнакомым людям надо всегда говорить правду. Правильно, нельзя говорить. Я так поняла, что ты не согласна с этим. Молодец, Кира. Все у тебя верно. Единственное, со знаками проблемка. Плюс, это плюс. Давайте я покажу, если ты... Ты же пример решаешь, уже знаешь, что... Да, это... Просто что-то ты перепутала. Плюс, а это минус. Да, это плюс. Итак, с Кирой все у нас понятно. Все ответила правильно. Итого, 4 правильных ответа. За каждый правильный ответ 2 фишки. 8 фишек заработала в этом конкурсе. Молодец. Давайте теперь проверим, как у Ярослава дела. Перед тем, как открыть дверь, надо смотреть в глазок. Это у тебя плюс обозначает знак, да? Правильно. Правильно, Ярослав. Незнакомым людям надо всегда говорить правду. Так, правильно. Ты же поставил минус. Значит, ты не согласен с тем, что здесь сказано. И это верно. Дверь незнакомым можно открывать, если они из милиции. Нет, Ярославушка, нельзя открывать дверь, даже если эти дяди говорят, что они из милиции. Так, здесь надо закрывать входную дверь на замок, даже если выносишь мусор. Ты с этим не согласен? Да, Ярослав. Даже если ты просто выносишь мусор, все равно дверь нужно обязательно закрывать. А вдруг в этот момент кто-то шустрый проберется в квартиру и наделает делу. Так что у тебя два правильных ответа и четыре фишки в твою копилку. Молодцы, ребята. Идемте получать фишки. Как я говорила, Кира заработала в этом конкурсе восемь фишек. Так, здесь четыре клади. И еще четыре. Четыре плюс четыре равно восемь. Так, держи. И Ярославу. Четыре. Здесь три. Сейчас еще одну дам. Держи. Ребята, сейчас состоится последняя наша встреча с инспектором милиции дядей Русланом. Давайте послушаем, что интересного он расскажет нам сегодня. Ребята, здравствуйте. 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 Опасным на улице, в подъезде и лифте может быть любое место и дом, к сожалению, не исключение. Правило первое. Ни при каких обстоятельствах нельзя открывать дверь ключами, если в подъезде стоит незнакомец. В таком случае лучше выйти из подъезда, сообщив своим родителям и погулять на улице. Понятно? Да. Да. Ребята, важно помнить, что когда дверь ключами открываешь, ни в коем случае не забывайте их достать из замка. Ведь забудешь их убрать, сможет их чужой забрать. Понятно? Да. Да. И последнее правило. Если звонит дверной звонок, необходимо сперва посмотреть в глазок. Убедиться, кто пришел. И ни в коем случае не открывать двери незнакомцу. Если нет глазка, спросить, кто там. И тоже не открывать двери, если снаружи никто не ответит. Либо голос будет вам незнаком. Но если двери начнут ломиться, в срочном порядке звонить в милицию. 102. Я, как всегда, желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Ребята, впереди у нас самый волнительный момент. Последний конкурс. Последняя возможность у вас заработать во всей этой вашей большой игре фишки. И определить, наконец, победителя. Поскольку это финал, то за каждый правильный ответ, ребята, у вас будет возможность заработать целых три фишки. Дам вам подсказку, что ответы на все вопросы вы уже знаете. Вы обязательно слышали его в один из наших конкурсных дней. Итак, я читаю вам вопрос. А вы даете ответ как можно полнее. Правильный ответ. Три фишки. Сейчас мы определим методом жеребьевки. Кто начнет первым? Пожалуйста. Ярослав начнет. Хорошо, Ярослав. Первый вопрос будет адресован Ярославу. Это вопрос из первого конкурсного нашего дня. Что делать, если незнакомец на улице попросил вас показать ему дорогу? Надо от него отойти как можно дальше. Правильно, Ярослав. В любом случае идти с незнакомым человеком, конечно, нельзя. Три фишки. Три, конечно. Ты же правильно ответил. Не пошел на поводу у незнакомого человека. И сделал правильно. Кира, второй вопрос для тебя. На эту тему мы говорили во время нашей второй встречи, во время второго конкурсного дня. Итак, Кира. Как вести себя, если около вашего подъезда у домофона стоит незнакомец, а вам надо попасть домой? Убежать и позвать людей, чтобы люди позвонили полиции, а полиция... Ну, уже прям полицию не обязательно, наверное, сразу звонить. Но ты правильно сказала, что в любом случае заходить в подъезд с незнакомым... Нельзя. Нельзя. Нужно постоять на улице и подождать либо родителей, либо кого-то знакомого. Знакомого. Или брата. Правильно, Кира. Правильно ответила тоже. Держи три фишки. Молодцы. Вот внимательно слушали все, что вам говорилось на протяжении нашей игры. Ярослав, теперь ты будь внимателен. Твой вопрос. Третий конкурсный день. Вопрос оттуда. Что делать, если к вам в лифте пристает незнакомый человек? Надо нажать на ближайшую кнопку, чтобы доехать до ближайшего этажа. Или сказать диспетчеру. Так, а еще что? Повернуться, отвернуться. Надо повернуться. И внимательно следить за чем? Как он себя ведет. Правильно, молодец, молодец. Вспомнил все, что нужно. Умничка, три фишечки твои. Держи, молодцы, ребята, есть плоды нашего с вами труда, игры. Итак, последний вопрос, Кира, для тебя. Слушай внимательно. Что надо сделать, прежде чем выйти из квартиры? Надо посмотреть в глазок, если кто-то возле твоей. Если никого нет, все равно надо спросить. Если никто не отвечает, надо все равно не открывать дверь. Нет, так тебе никто не случится. Ну, ты правильно сказала. Если ты собралась выйти, ты смотришь в глазок, нет ли там никого. А если в квартире у тебя какие-то электроприборы включены, как нужно себя вести? Что нужно делать? Надо выключить сначала, а потом... Выключить, да, если там телевизор или утюг включен, обязательно выключить все. А еще что? Вот вы мультик смотрели, там мальчик. Очень все подробно, все эти действия он отработал в мультике. Что он еще делал? Он подходил... Подходил... К окошку? К окошку и... Что делал возле окошка? Закрывал. Закрывал. Закрывал форточку или окно, что открыто. Обязательно нужно закрыть. Да? Да. Ну, хорошо, Кира, ты вспомнила. Не без моей помощи, но тем не менее, ты помнишь, что нужно делать. Молодец. Ребята, очень хорошо вы справились с этим заданием. Это как раз таки является показателем того, что вы внимательно слушали и будете выполнять, я надеюсь, это в своей жизни, придерживаться этих правил. Договорились мы с вами? Угу. Ребятки, ну что, давайте сосчитаем, сколько сегодня. Я смотрю, у вас очень много фишек в копилке вашей сегодня. Считаем. Может быть, чтобы было удобно, можете высыпать. Ярослав, ты уже посчитал? Нет. Считайте. Внимательно. Если нужна будет помощь, говорите, помогу. Так. Четырнадцать. Четырнадцать у Киры. Так, хорошо. Сейчас дождемся, сколько? Десять. Десять у Ярослава. Итого, ребята, у Ярослава было двадцать плюс десять – тридцать, а у Киры было семнадцать плюс четырнадцать. Это тридцать одна. Так я бы кто выиграл? Вот таким вот чудным образом, ребята, в упорной борьбе, практически равной, все-таки на одну фишку обошла Кира Ярослава. Ребята, но в нашей игре, в нашей игре проигравших не бывает. А знаете почему, Ярослав? Потому что самое главное в жизни – это безопасность ваша и всех, кто с вами рядом находится. Понятно? Так что вы вдвоем победили, вы вдвоем молодцы, а это значит, что вы вдвоем достойны чего? Награды, приза. И сейчас я вам вручу то, что вы честным образом заработали. Ярослав, это подарок для тебя. Держи, поздравляю. Ой, блин, открывай. Да. А это, Кирочка, твой подарок. Молодцы. Но главный, ребята, подарок не здесь, а у каждого в голове, потому что вы сейчас о безопасности знаете намного больше. Я за вас очень рада. Я желаю вам успехов, спасибо за игру, потом мы все это сложим. И я прощаюсь с вами и жду встречи с нашими новыми участниками в нашей стране безопасности. До свидания, ребята. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51. Субтитры подогнал «Симон»